Евгений Карлович Альбрехт, скрипач и музыкальный педагог Российской империи. Биография. Евгений Карлович Альбрехт родился 4 июня 1844 года, воспитывался в Гатчинском Николаевском Сиротском институте, где преподавал его отец, Карл Франц Альбрехт. В 1858 году поступил в Лейпцигскую консерваторию, где и окончил полный музыкальный курс под руководством Давида Гауптмана, Рихтера, Машелиса и Бренделя. После консерватории Альбрехт поступил скрипачом в Санкт-Петербургскую итальянскую оперу. В 1860 году поступил скрипачом в Оркестр русской оперы. В 1866 году он был приглашен начальником военно-учебных заведений в комиссию для выработки проекта и плана преподавания музыки и общего школьного пения в военных гимназиях. Записки Евгения Карловича Альбрехта были отпечатаны в 1872 году в педагогическом сборнике военного министерства. По его совету в военных гимназиях были заведены ученические оркестры. В 1872 году Альбрехт Е. был главным учредителем Санкт-Петербургского общества камерной музыки, участвуя в качестве постоянного квартетиста в собраниях камерного общества, избравшего его своим почетным членом. С 1872 по 1880 год Евгений Карлович Альбрехт был преподавателем игры на скрипке их императорских высочистов великих князей Павла Александровича и Дмитрия Константиновича. В 1877 году Альбрехт был назначен инспектором музыки императорских Санкт-Петербургских театров. Ему принадлежит крупная инициатива в деле улучшения материального положения артиста всех оркестров императорских театров в Санкт-Петербурге и Москве. Его проекты реформ выработаны им по образцу всех европейских придворных оркестров, имевшие столь благотворное влияние на улучшение художественного исполнения, в особенности оперных оркестров. Удостоились высочайшего утверждения в 1882 году, кроме собраний камерной музыки Е. К. Альбрехт принимал также видное участие в Петербургском филармоническом обществе, в котором он с 1881 по 1886 год занимал должность председателя. Евгений Карлович Альбрехт скончался 28 января 1894 года. Библиография из сочинения Евгения Карловича Альбрехта особенная популярностью пользуется. Три сборника песен, собранных им вместе с Н. Х. Веселем, гусельки, школьные песни и сборник солдатских, казацких и матросских песен. Первый сборник вошло 128 колыбельных детских и народных песен и прибалток. Во второй – 115 народных литературных исторических и военных песен, положенных для школ на один, два и три голоса. И в третьей – 100 военных песен. Им же составлены. Скрипичная школа, очерк социального положения музыкантов под названием «Прошлое и настоящие оркестра» и общий обзор деятельности Санкт-Петербургского филармонического общества с приложениями и с проектом изменения его устава. Источники Альбрехт, Евгений Карлович, энциклопедический словарь Брукгауза и Ефрона, 86 тонн, СПБ, 1890-1907, Лометфди, Deutsche Musiker in Russland, Zürger Schicht, Der Entsteung der Russischen Conservatorien, Синзик 2002, редакционный некролог. Альбрехт Евгений Карлович, Всемирная иллюстрация, журнал, 1894-Т51, номер 1306-С, 98. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова